здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивенко сегодня поговорим о прекрасном потому что что может быть лучше и прекраснее отдыха тем более в летний зной когда можно отправиться куда-нибудь в парк где можно покататься на чем-нибудь или просто походить пешком каждый вправе выбрать себе тот вид отдыха который нравится ему ну и конечно же если это еще делать всей семьей то удовольствие море сегодня у нас в студии анастасия кулик директор роллер-дрома наташинский парк здравствуйте анастасия звучит просто дать такой директор роллер-дрома дрома что такое роллер-дром как почему появилась такая вот функциональная единица да и что входит ваши обязанности я являюсь директором роллер-дрома зимой являюсь директором катка это многофункциональная площадка которая находится в наташинском парке прям как салат оливье и окрошка да так потому что и зимой и летом можно проводить разнообразные активности зимой это катание на коньках летом это катание на роликовых коньках правильно понимаю что по большому счету что коньки что ролики принцип действия очень похож очень похож я имею ввиду движения на ногах что-то у тебя находится ты едешь другое дело что там ты скользишь а тут ты тоже скользишь но на роликах да 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 ну немножко как машина да похоже окей конечно же искусство роликов берет ну там сколько уже на столетие точно есть но наверное вместе приблизительно где-то недалеко от появления на первых этих смешных таких необычных коньков но можно увидеть их в интернете в том числе но тем не менее в советском союзе да это не нашло такого ну я все-таки жил я помню что как-то на на роликах было но не в таком конечно объеме и количестве как сейчас вот скажите анастасия сегодня же запрос есть на вот этот роллер-дром да то есть много людей которые катаются запрос высокий так и наша многофункциональная площадка закрывает непосредственно запрос не только люберецкого района потому что в москве и в подмосковье всего три таких роллер-дрома мы не путаем роллер-дром и скейт-парк скейт-парк это где катаются с рампами где разные трюки выполняются роллер-дром это непосредственно плоская поверхность где можно выставлять например разные фишки новые возьмем отсюда всякие на нашей многофункциональной площадке можно выполнить более двадцати четырех дисциплин которая относится к федерации роллер спорта о ну давай сейчас все разложим а то прямо сразу хочется бросить все и бежать к вам учиться или вспоминать когда-то как мы катались на роликах я еще раз вернусь то есть ролики это ведь на сегодняшний день для некоторых даже средства передвижения да вот москва просто кишит в этом плане до появления всяких вот новомодных до машинок когда ты вообще ничего не делаешь наши всем известные самокаты от которых нет покоя а ролики да они появились двухтысячных годах но просто постоянно люди на работу даже некоторые ездили так далее или на работе ездили потому что так было удобнее пользоваться на сегодняшний день такая культура существует вам наташинском парке вот в этом многофункциональном центре удалось создать некую полу спортивную до организацию правильно я понимаю или там отдельно как отдых отдельно можно проводить и спортивные состязания это в любом случае спортивная площадка так потому что даже если вы приходите семьей для того чтобы провести просто время до времяпрепровождения семьей вы все равно занимаетесь спортом потому что движение это в любом случае физические нагрузки это в любом случае калории да вот поэтому помимо роликов у нас еще есть разнообразная активность мы сейчас о них поговорим но давайте мы все-таки расскажем просто для тех кто может быть время знаете как работа и так далее тем более тут прозвучала фраза семья есть возможности своей семье предложить что-то новое вот кого вы принимаете туда как происходит процесс можно ли там взять ролики в аренду либо только со своими приходить кто-то может быть не умеет кататься на роликах если какая-то система обучения вот в этом плане как это все происходит возраст которого начинаем работать он зависит от размера ноги так потому что начинаются ролики от 26 размера ну скорее всего это в районе четырех пятилетия нормально да если ребенок не умеет заниматься точнее не умеет кататься на роликах или даже взрослый есть секции индивидуальные занятия занятия проводят вице-президент федерации роллер спорта областного так и катерина зибарева она представляет ну как раз вот как я сказала московскую областную федерацию роллер спорта и я так понимаю что там же в нот дети это отдельная история например люди там ну скажем молодежь это вторая история и зрелые люди это третья история да а мы можем рассмотреть вопрос когда отдельно ребенке ребенок приходит ребенке отдельно значит молодые люди там девушка с юношей юноша умеет кататься привел собой девушку который казаться не умеет вот он ее сам учит и главное чтобы они там не поссорились третий вариант когда зрелые люди которые умеют кататься на роликах и ничего не нужно до некоторые тоже но мы рассматриваем конечно же все люди в трезвом нормальном состоянии но не умеет кататься но хочет попробовать как каждому уж нужен свой подход правильно естественно но это уже от человека зависит если человек хочет заниматься с тренером он может воспользоваться такой услугой он хочет самостоятельно попробовать он может взять в прокат ролики у нас есть такая услуга ролики до 44 от 26 раз это все платные услуги имеется на тренер и взять ролики и так далее вот вот например я прихожу к вам предположим вот вдруг меня не знаю захотелось на роликах может быть даже впервые проехаться я взял ролики кстати 40 что размер если у вас ролики 44 вот то 44 но значит и я не приду придет тот у кого 44 вот но запрос на 46 что уже есть взял человек ролики заказал себе тренера и как как это все происходит вместе тренер с ним работают какое-то время там до часа час а целый час течение часа тренер проводит инструктаж что необходимо для этого мы обязательно выдаем первоочередно защиту это на коленнике на локотники и шлем и тренер уже по своим техникам начинает работать непосредственно с человеком смотрит на его уровень подготовки возможно это даже не первый раз человек пришел возможно он же умеет кататься и просто хочет усовершенствовать свои навыки или вспомнить да если вы придете со своими роликами для вас вход будет совершенно бесплатным потому что у нас площадка она ну вот рассчитана как раз если вот хорошо если человек предположим молодой человек все таки молодым людям быстрее все дается до особенно если есть подготовка скажи может быть на коньках зимой о чем еще тоже поговорим зимняя версия роллердрома как быстро может человек поехать вот никогда не ехавший не ездивший да там на роликах как быстро может помощью тренера начать движение после первого занятия человек уже катается того что да 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 это прям на моих глазах произошло в прошлый вторник первый раз мужчина которому уже более 35 лет он пришел попробовал себя это было индивидуальное занятие он прокатился и потом уже сам поехал уже несколько раз приходил самостоятельно за нравилось понравилось с точки зрения спорта с точки зрения здоровья с точки зрения медицинской и так далее и тому подобное что дают ролики человеку в движении смысле физического здоровья это какая польза это кардио тренировка нагрузка абсолютно всех мышц потому что работа полностью всего двигательного аппарата единственное нужно не забывать про защиту потому что бетонное покрытие мы все прекрасно понимаем это на коленнике на локотники и шлем вот все остальное это в качестве физической нагрузки очень полезное занятие а само покрытие сам роллер-дром он разрабатывался исходя естественно из того что на них характеристики на нем будут кататься на роликах там покрытие отличаются скажем от обычного асфальтового где-нибудь да да полностью сертифицированное бетонное покрытие которое отшлифовано и ну там армированные основания бетонная заливка и отшлифована все до идеально идеальная поверхность хорошо как много людей мол сейчас как раз такой период начинается да вроде бы все уже выпускники даже вузов потихонечку уходят то есть тоже хотят отдохнуть а я не говорю про школьников у них уже давно все хорошо другие одиннадцатиклассники сейчас должны поступить но тоже на то есть такой период будет довольно долгий когда количество желающих прийти к вам с родными с семьей будет увеличиваться сколько роллер-дром принимает людей вот но максимальная загрузка но невозможно если там будут друг за дружкой конечно да максимально комфортное количество человек одновременно находящиеся на площадке это 150 человек он от прибыли опыту зимы мы отследили и приняли такое решение что более 150 человек мы готовы а если остальные пришли они просто ждут да как как в течение часа у нас как раз прокат он рассчитан на 60 минут в течение часа ну как это же делается в том числе на катках для того чтобы не создавать вот эту вот хорошо теперь такой вопрос который немаловажный его должна обязательно задать с точки зрения безопасности вы уже сказали защиты и так далее но все-таки ну в жизни все бывает а медики или возможность быстро человека куда-то доставить вот как-то этот вопрос проработан скоро к нам приезжает очень быстро снова же по опыту зимы потому что летом пока еще не успели получить никто травмы да вы знаете на самом деле у нас очень хорошая атмосфера у нас и зимой то всего лишь один случай был и не серьезный скоро доезжают быстро но у нас есть аптечка и проинструктированный администратор который может оказать свое время на медицинскую помощь ну то есть люди специально подготовлены кстати коллектив роллер дрома кто эти люди как бы вы набирали их они наверное все идеально катаются на роликах в том числе и вы хитрый вопрос да можете прийти посмотреть по поводу коллектива у нас сплоченный хороший коллектив это охрана это администратор он же кассир это клининговая команда а то есть и поддержка идет да вот как работает вообще по времени с и до изначально мы планировали график работы с 9 утра до 21 вечера но с учетом запроса и с учетом погодных условий решили увеличить график работы до 22 30 до светло долго поэтому и тепло очень жарко днем большее количество людей приходит все-таки вечернее время понимание есть не было никаких случаев когда ну опять же возвращаемся люди разные а вот кто-то может пьяненьким прийти да я хочу кататься и так далее вот это как-то отслеживается у нас есть охрана состоит из двух человек это специально подготовлены обученные бойцы которые занимаются непосредственно выявлением такого рода мероприятия как бы мы прекрасно понимаем что люди по разному понимают слово отдых на курение кстати тоже запрещено курение тоже запрещено очень хорошо да то есть это вот территория спорта мы все говорим что люберцы территории спорта наташинский парк том числе до того как мы уйдем на перерыв давайте еще поговорим о контингенте кто приходит кто в основном пользуется услугами роллер дрона чаще всего это приходит семьи да да неожиданно так до семьями приходит причем достаточно плотная такая загрузка это и мама и папа и детки то есть не поймешь кто главный даже бабушки и дедушки приходят ну обычно это приводит изначально приводит детей учиться да да а потом уже сами втягиваются и вместе проводят было такое когда наоборот дети учат там папу или маму конечно очень часто такое бывает на особенно в зимнее время сейчас мы просто недавно открылись поэтому еще пока начинаем раскачивать до площадку а в зимнее время очень часто бывало когда взрослые становились первый раз на коньки и катались очень хорошо получалось но здорово давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу напомню что у нас в гостях директор роллер-дрома наташинский парк одновременно этот роллер-дром по мановению волшебной палочки зимой превращается в каток как и обещал мы чуть-чуть тоже об этом поговорим анастасия кулик у нас здесь в студии после небольшой паузы вернемся в студию напомню что у нас а в гостях анастасия кулик директор роллер-дрома наташинского парка мы поговорили что это такое кто приходит так далее теперь такой вопрос а когда он начинает работать я имею ввиду сезона и когда до какого времени он работает мы в любом случае ориентируемся по погодным условиям планировали открыться в июне но в связи с затяжной весной бетон не было до удалось залить только к первому июля ну точнее открытие у нас произошло 30 июня то есть к 30 июня залили бетон он до отшлифовали он залили и на летний период мы уже подготовили полностью нашу площадку зимой зимний сезон нас начался 12 декабря и продлился по 27 марта в этом году даже с бетоном происходит в этот момент с бетоном ничего мы просто не планировали изначально делать роллер-дром это уже идея пришла после как теперь будет на цементной площадке будет теперь как он делается да это все мы предусмотрели сама система следующая раскатываются из маты которые у нас сейчас законсервированы в айсбоксах туда заливается жидкость хладагент не заливается уже вода лед наш имеет возможность до температуры плюс 7 градусов не таять и соответственно когда уже температура переваливает за марта начинает до греть солнце мы сворачиваем наши айсматы в айсбокс и и у нас целая готовая плита бетонная которую уже не нужно будет заливать это уже будет на постоянной основе ну я так понимаю что вот это заливка бетоном еще тем хороша что и каток будет такой довольно ровненькой да что то в этом что то но я так наверняка в этом что то есть мои старые инженерные воспоминания говорят о том что наверно в этом что то возможно я уверена что так и будет но у нас была замечательная ледозаливочная машина которая срезает лед и поверхность льда было идеально хорошо вот о катке поговорим тоже как это ну буквально несколько минут уделим все таки лето приятно о чем-то таком зимнем вспомнить это же сейчас тоже но это конечно не сравнимо популярности с с роллерами потому что катаются практически все да мы знаем как у нас фигурное катание даже те кто не смотрят и побывав скажем в крупных там городах москве чего уж там да где-нибудь на в днх или в парке горького такое ощущение что люди перестали ходить определяются только на коньках как работает каток у вас как приходят люди что вы отмечаете для себя и что-то может быть изменится в новом сезоне вот осенью уже этого года или зимой надеюсь что ничего не изменится потому что в прошлом году у нас очень популярный был каток это место притяжения всего люберецкого района к нам приезжали из москвы нам к нам приезжали вообще отовсюду потому что лед у нас действительно был идеальный график работы идеальный с 10 утра до 10 вечера качество льда как я уже сказала замечательное мы проводили разнообразные мероприятия это показательное выступление у нас были праздничные мероприятия день студента масленица мы проводили хоккейные матчи удовольствия до вечерние уже после закрытия к нам приезжали хоккеисты в этом обо всем можно узнать из соцсетей у нас активная телеграм-канал и групп вконтакте там кстати можно посмотреть когда у нас будут проходить следующие соревнования прийти поучаствовать и заявиться в качестве данный момент роллер хорошо то есть но мы все сейчас у нас ведется отчет от пандемии да то есть вы тоже наверное вы как каким-то образом попали вы все в эту историю на сегодняшний день мы можем сказать что восстановилась да вот это вот желание людей быть в коллективе нет боязни скажем так что кто-то там рядом не очень здоров это и летом и зимой нам повезло открыться как раз к исходу всей этой истории как раз когда люди соскучились до рука друг по другу за зимний период мы приняли у себя более 18 тысяч человек 18 тысяч то у нас проходили такие мероприятия как ну вы наверняка знаете да людовое шоу илья вербуха да 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 это было грандиозное мероприятие и после этого в принципе и дало толчок к тому что такое значимое народ заинтересовался и стали к нам приходить давайте еще поговорим понимаю что немножко расширяем наш разговор но наташинский парк сейчас это такое звучное название да это вот ощущение действительно такой территории отдыха и если скажем парк ведь тоже по-разному можно воспринимать парк маленький может быть а может быть огромный так далее вот на сегодняшний день вообще вся система парка плюс вот ваш роллер дрон много активности могут предложить да что-нибудь расскажите нам об этом я могу вам рассказать что у нас на роллер дроме даже если вы не умеете кататься на роликах вы можете прийти поиграть в гигантские шахматы не фотографироваться это очень интересно и занимательно можно с ферзем или с королевой или с королем дарт для этого предоставляем дротики есть у нас баскетбольное кольцо можно покидать поиграть баскетбол и настольный теннис вот вот это да это я люблю пожалуйста да руки помнят что называется замечательные ракетки есть мячки не приглашаю а сколько вообще сейчас посещаемость парка вот вы как-то ну я понимаю что не в цифрах не в плане статистики а вот есть ощущение что народ потянулся именно по сравнению с прошлыми годами конечно да посещаемость парка очень высокая сейчас тем более выходные и погода способствует конечно на тому чтобы люди приходили а инфраструктура скажем как работают у вас вы имеете ввиду роли нет нет про роли мы уже поговорили что можно взять от 26 до 44 размер это мы уже узнали путем вопросов а я имею ввиду вот вы говорите там мангал и так далее там мороженое кофе чай да есть фудкорт очень большой есть огромные как тоже некоторые в парк ходят как раз для того чтобы там поесть в том числе мы не исключение замечательный фудкорт на прудах люди плавают есть вейк парк так это замечательная вообще невероятная площадка очень интересная и вы к бортингом занимаются люди на доске держатся за веревку и катают до лебедок прям по всем же самым людям которые катаются на лодке это чуть далеке как не надо не соприкасаться ну да это одно из популярных сейчас тоже таких много на и на маленьких прудах и на больших площадках и так далее вот хорошо что еще что еще и еще разнообразные активности для детей но сколько это парк это аттракционы а вот кстати по поводу аттракционов мы же помним ну я не говорю советское время а потом был период когда те самые советские аттракционы начали так это умирать потихонечку да народ успел побывать но начиная от турции заканчивая другими заграничными территориями увидели ага косы если такие вещи там аниматор вот это все оттуда же вот на сегодняшний день аттракционы ваши они какие они активны они очень пользуются спросом высоким особенно выходные дни особенно когда снова же повторюсь хорошая погода сейчас не обязательно куда-то выезжать достаточно прийти просто в наташинский парк чтобы ребенка или взрослого чем-то занять это могут быть физические активности спортивные разнообразные или просто культурно-массовым потому что и не только ребенка между прочим забыла напомнить что у нас все проходит активное долголетие тогда и для взрослого насилизальные там программы существуют записаться можно как-то можно не записываться просто социальные пенсионные карты прийти по средам на каток у нас танцы проходит проходит скандинавская ходьба это тоже локация наш роллер-дром в понедельник и в пятницу в 12 часов дня понятно хорошо а чего не хватает сегодня вам еще чего хочется ли какие-то еще может быть планы что-то еще появится или пока вы осваиваете то что сейчас осваиваем то что у нас и так много всего да мы занимаемся более таким маркетинг маркетинговым изучением до что что идет и тогда еще интересно потому что по запросу жителей мы например увеличили время время график работы да да мы интересуемся что людям интересно ну и предлагая обратная связь как в сети как-то общаетесь том числе или они живую то есть прямо на площадке или или по ощущениям что вот чего-то там не хватает чаще приходят озвучиваются люди достаточно активные они могут озвучить все свои желания есть еще одна история такая вспомнилась мне что детям и просто людям иногда свойственно теряться когда они отдыхают им кажется что вот как у вас поставлена эта задача если не приведи господи ты ребеночек потерялся оповещение по парку идет какой-то ну в плане радио охраны да то есть и езда все работает охрана между собой на коннекте и связывается если вдруг мы видим ну даже если любой взрослый увидит ребенка который потерялся обязательно мы стараемся вести к охране конечно уже через радио вещание идет оповещение по всему парку но если уже такая серьезная ситуация вызываем полицию понятно то есть ну всегда у вас на связи да все странные но потому что все-таки это общественное место мало ли что может произойти хорошо еще такой вопрос исходя из всего вышесказанного изложенного и так далее как вы считаете люди сегодня научились у нас отдыхать вот я имею ввиду ведут себя хорошо или все-таки бывают еще какие-то неприятности по частично уже затрагивали эту тему я не беру сейчас а типичная нетрезвого человека которого да можно как-то быстро обезвредить а вот ну кто-то кому-то не уступает или там в очереди или пытаются щенок когда понимаете мы говорите агрессия как не хотелось бы попросить нет в плане агрессии не было замечено хотят попросить людей чтобы которые находятся в парке доносить свой мусор до урны это было бы замечательно потому что в понедельник когда прихожу на работу так и вижу то что происходит это не очень радует глаз люди больше поставить урна достаточно просто некоторые просто не доносятся считают ну или дети могут просто ну такая традиционная проблема тогда да хотелось бы попросить все-таки следить за собой кстати много мусора вывозится вообще много да очень много вывозится постоянно это контейнеры это и над этим тоже работа за все выстроено то есть так ленинговая команда у нас замечательно обязательно все проходим убираем но много времени на это тратится поэтому если бы нам помогали наши жители попадая правильно еще такой вопрос как строится планирование проводятся какие-то же мероприятия кто их утверждает где их можно найти есть план график определенным если мы говорим про роллер-дром снова же это соревнование это график секций для взрослых для детей активное долголетие ну и соревнования как я уже сказал это все у нас имеется в соцсетях и есть распечатанный график кто не зарегистрирован может прийти просто прямо на стойке рецепцию взять себе ну чтобы вы его туда подготовиться а на соревнования любят приходить вообще у нас соревнования только зимние были ну да очень пара пара летнее делать далее у нас в августе в августе будут сейчас как бы готовитесь к этому да у нас спид скейтинг будет в августе так что такое раскрытие на ванне вы знаете что такое конькобежный спорт до на скорости до то же самое только на роликовых коньках прелесть да как раз можно подучиться до августа вот вот самое время и там наверно в разных будет и детский на на версии будет это все организация эта федерация роллер спорта этим занимается мы в ближайшее время положение отправим утверждение и в соцсетях это все обязательно опубликуем ну что видя вас анастасия мне кажется что большое будущее роллер дрома потому что уверенно все много всего придумывается много делается видно что вам вы я так понимаю вашем лице ваши коллеги горят этим делом нам остается только пожелать вам чтобы так дальше продолжалось чтобы не случилось никаких неприятностей чтобы мусор доносили так как нужно вот и чтобы больше людей познавали себя вот не только как пешеходов но и как акта роллер до называет как роллеры мы вам искренне советуем тем более никуда далеко не нужно ехать вот наташинский парк вас ждет все подготовлено если вам повезло с ногой от 26 до 44 размера а если у вас другая нога но у вас есть свои ролики приходите своими роликами а пол да вам предоставит я верно а покрытие до анастасия кулик директор роллер дрома наташинский парк хорошего всем отдыха летнего отдыха потому что зимой этот роллер дром медленно превратится в каток всего доброго это была программа открытый диалог с вами был николай пельненко до свидания